салют сегодня расскажу о мультитуле я уже делал видео про свой предыдущий мультитул лазерман wave отличный был аппарат пришлось его менять друзья мне подарили прекрасный мультитул новый ну давайте сначала посмотрим он идет в чехле такой достаточно удобная клипса мне очень нравятся такие что можно прям сверху одеть там хоть на штаны хочешь на карман хоть на ремень причем когда вы наденете он ремень то есть вот такой крюкообразный профиль он будет надежно удерживать чехол с мультитул на ремне ну в принципе это значительно лучше чем wave который мне достался вообще без чехла и которым я какой-то наколхозил из сплава чехол значит сок power lock на липучке и вот сразу видно да что он несколько крупнее чем лазерман и общее впечатление первое от него что это гораздо брутальное более брутальное более крепкая снег более крепкая такая мощная вещь то есть грубо говоря вот если какие-то личные ассоциации то у меня этот мультитул его механизм эти шестерни все это вызывает ассоциации с каким-то этим таким здоровым двухногим роботом из робокоп 2 вот антагонист робокоп там такой был монстр с клешнями там с мозгом на река ну короче вы поняли о чем речь ну вот значит ну то есть грубо говоря робокоп такой аккуратненький вылизанный дизайнерский как лазерман вейв примерно да это вот такая чисто как это мужчин для кромсания и уничтожения значит первое что мы смотрим нам бросается глаза это вот эти вот шестерни до соги они известны вот этим своим механизмом и за счет этих шестерней значительно на порядок увеличивается может быть на два порядка усилия которые вы передаете на пассатижи когда сжимаете ручки то есть понимаете здесь как получается такое передаточное число своего рода до уменьшающая то есть увеличивая крутящий момент ну ладно я особо в этом не очень но в общем суть вы поняли здесь гораздо мощнее получается но у этого есть обратная сторона то есть там где напрямую вот были связаны в лазермании например до ручки и сами пассатижи там вы открываете на небольшой угол рукоятки и открываются соответственно с такой же скоростью и пассатижи здесь вы видите что происходит неравномерно то есть чтобы открыть пассатижи на больший угол вам нужно больше раздвинуть ручки и когда ну что-то очень большое захватить это не всегда бывает удобно я вот большой очень болт на педали на велосипеде у меня там разболтался я подкручивал приходится уже двумя руками но это компенсирует с тем что усилия просто какой-то дико нереально мощное получается то есть можно даже как вместо гаечного ключа в некоторых случаях использовать очень мощный захват то есть там где обычным пассатижами вы не сможете что-то взять какой-то там болт или гайку у вас будет прокручиваться да то есть здесь очень мощно но здесь я уже так под покоцал об алюминий супер клей тоже испачивал когда там кое-какие ремонты делал то есть уже успел его так попользовать значит что мне нравилось в азермане и что не в меньшей степени здесь выражено это очень четкие классные вот острогубцы вот этот тот момент то есть мы видим здесь они очень плотно во первых прилегают и они здесь еще так усилены то есть здесь мы видим угол немножко убран то есть можно подлезть в какое-то небольшое место что-то ухватить вытянуть откуда-то при каком-то вот ремонте знаете там провода какие-то вы тянете там в машине хомутики очень бывает это важно и нужно такая вот маневренность потом что еще мы видим кусачки здесь сделано тоже очень грамотно как и на вэйве просто на некоторых моделях лазермана более простых кусачки как бы там как две плоскости таких на укус на вэйве например и здесь тоже более четко то есть вот так одна заходит за другую то есть это гораздо более эффективное перекусывание проводов получается ну и в целом по самим пожил пассатижам все то есть они классные здесь еще есть какие-то обжимы там не знаю чего-то там капсуле и можно разъемы кита прижимать в принципе с этим все понятно что как бы было в вэйве так это то что часть инструментов была доступна из сложного состояния да то есть здесь было лезвие все рейтерное лезвие пила по дереву и пила по металлу но у этого к слову была и своя обратная сторона то есть у некоторых случаях при некоторых работах вот инструменты которые находились с наружной стороны они очень больно можно было прищемить мякоть рукояти мякоть руки вот об этом здесь этого нет и хоть для доступа к инструментам надо его раскладывать но все равно это как бы в чем-то лучше очень плавный ход то есть прям чувствуется то есть ход не такой как вот просто в лазермании да где скольжение идет за счет просто там трения металла металла здесь именно чувствуется как идет ход по шестерням то есть такой механизм то есть вы можете прямо буквально там раскидывать силы инерции очень все плавно значит дальше здесь у нас есть линейки но это понятно да тут сантиметровая дюймовая все инструменты тоже фиксируются как и вы или для доступа к инструментам есть такие крышечки к слову говоря они достаточно просто есть что снимаются существу для того чтобы вам было удобно прикладывать очень большое усилие чтобы не было здесь острых неких граней чтобы было больше площадь поверхности которую хватаетесь то есть все в этом плане продуман здесь мы видим такое вот колечко в и он тоже был нам был как-то спрятан в ряд инструментов его достать пришлось там помучаться здесь она вот так вот прямо решила что дальше давайте посмотрим какие у нас есть инструменты да начнем с этого края пожалуй здесь у нас пила я ее кстати когда облепиху собирал не почистил пила по дереву злая агрессивная к ней претензий никаких нет потом что там у нас еще в перчатках не очень удобно значит дик и не знаю стамеска шила или какой-то пробойник то есть очень острый и очень агрессивный инструмент можно видеть его то есть острие прям такое мощное что-то продолбить какую-то дыру проковырять там или в пластике вот очень может быть полезно я когда подкрылок на машине чинил из пластика там делал дырки вы приходил использовать лезвие здесь вот будет очень удобно вот эту штуку использовать дальше у нас идет в принципе в эти обзоры уже наверно тысячу раз видели но все-таки и значит такая вот отвертка шлицевая обычная да и инструменты зачистки проводов что у нас еще ну крестовая отвертка кстати достаточно прикольно полноценная на выявлено было как это более такая а там была она значит совмещена с шлицевой отверткой это было бита здесь это отдельный инструмент и она здесь выполнена полноценный такой то есть как говорят philips screwdriver по-русски просто крестовая отвертка да она здесь полноценная как просто отвертка нормально там она была ради компактности бы убраны грань боковые открывашка вот открывашка здесь по стайлу как виксовская мне честно говоря вот больше удобнее такая крюкообразная как на вы было просто более к не привыкну в принципе не проблема дел привычки можно переучиться этим открывать совмещена с отверткой тоже ну и значит напильник по металлу и по дереву да то есть и плюс еще вот такой тоже к этом ковырятельный элементе к то есть на выявил нас был алмазное еще напыление можно напилим здесь нет ну ладно в общем то можно будет там чуть придумать на колхозе при желании отдельно некоторые позиции продаются перейдем на другой ряд здесь у нас еще ну вот лезвие да у нас получается такое не очень большое вместе с ним что-то зайцем выпрыгнула вот лезвие значит в принципе кто-то говорит что не очень удобно может быть резать за счет то что он находится вот так вот сверху да то есть что-то в принципе можно вот например развернуть сюда вот так вот и будет уже компакт комфортно резать это не проблема чуть более какая-то вот уверенно фиксация инструментов было все таки на вы и да то есть здесь как-то не фиксируется все в порядке там как-то все прям здесь началось что открывашка для бутылок и еще одна совмещена с отверткой ну и ножницы ножницы здесь просто в отличие от вы его есть очень мощные ножницы то есть прям полноценные нормальные там они были какие-то вялых липкие здесь они очень оригинальной конструкции отдельно пружина для них вынимается отдельно сами они тоже фиксируются и мощные очень классные четкие ножницы ножницы на вейве это было какое-то недоразумение честно говоря ну и самое прикольное да что вообще просто дико мне нравится это вот это вот это битодержатель то есть потом приобретя приобретя отдельно вот такой вот наборчик можно дико просто расширить функционал этого инструмента да то есть мы видим берем биту насадку одеваем сюда и вообще роскошно то есть все просто офигенно конечно что-то очень мощно очень сильно этом крутое может быть неудобно будет она вот еще иметь для комфорта боковую позицию да то есть можно и так что-то крутить для увеличения рычага можно просто как отверткой то есть классно причем место вот такой набор до насадок занимает не особо много с собой вот таскать можно все время считаете что еще набор накидных ключей так что в этом плане . круто ну вот такой классный четкий инструмент все тут так сделано как-то брутально мощно классная вещь ну вот теперь вы знаете о нем кое-что приятно было поболтать спасибо за просмотр пока